В современном международном гуманитарном праве не содержится прямого запрета на ведение вооруженной борьбы, как, впрочем, и в международном праве в целом. Ответ, наверное, нужно искать в некой человеческой природе сущности человека, когда один человек стремился подчинить других, достичь лидерства в этих группах, коллективах и так далее. Это, конечно, определенная ретроспектива, которая в дальнейшем была перенесена на государство, как основные субъекты современного международного права. Государство присвоили себе право применения силы, лишив других лиц такого права. В современном международном праве действительно существует возможность применения вооруженной силы против другого государства, как реализация права на самооборону. Государство несет ответственность за действия всех лиц, подчиненных его юрисдикции, за любые действия, совершаемые вооруженными силами, в том числе связанными с применением вооружений. В силу этого главной целью международного гуманитарного права является отнюдь не запрет ведения вооруженной борьбы, применение силы, но гуманизация средств вооруженной борьбы, хотя, конечно же, любое средство поражения является негуманным, и защита жертв войны, раненых, военнопленных, гражданского населения в целом. Именно в этом состоит важнейшая миссия международного гуманитарного права.